наше солнце безумно массивное хотите доказательств девяносто девять целых восемьдесят шесть сотых процентов всей массы солнечной системы приходится на массу солнца в частности на водород и гелий из которых она состоит оставшиеся четырнадцать сотых процента это масса восьми планет земля может быть не единственные тектонически активной планеты в солнечной системе астрономы заметили на меркурий формы рельефа похожие на скалы тектоническая активность могла бы объяснить быстрое сжатие планеты в большинстве научно-фантастических фильмов о космосе герои попадая в пояс астероидов вынуждены уклоняться от бесчисленных камней угрожающих повредить корабль жаль и разочаровывать но это совсем не похоже на реальность единственный пояс астероидов о котором знают астрономы расположен между марсом и юпитером там находятся тысячи астероидов но они настолько удалены друг от друга что вероятность столкновения близка к нулю система каньонов долины маринер на марсе в десять с лишним раз больше земного гранд каньона и это еще одна вещь которая озадачивает астрономов ведь на марсе нет активности тектонических плит на поверхности юпитера есть странная область которую называют большим красным пятном недавно астрономы пришли к выводу что на самом деле это буря которая бушу знаете уже много веков около 20 лет назад ученые заметили что красная область начала уменьшаться она уже сократилась вдвое и все же это пятно в полтора раза больше земли глядя на звезды через окно на кухне вы спрашиваете себя можно ли отправить пиццу в космос и что еще важнее сможете ли вы съесть ее если она вернется это очень важные вопросы давайте подумаем как мы будем отправлять пиццу в космос учитывая что первый космический шаттл наса обошелся примерно в 49 миллиардов долларов не думаю что нам одолжат его на денек поскольку в наса могут быть знаете ли дела поважнее без космического аппарата будет не просто поднять пиццу достаточно высоко и набрать нужную скорость ладно как-нибудь обойдемся без ракеты воспользуемся метеозондом который доставит нас на треть пути в космос в область известную как край космоса учитывая что атмосфера там весьма разреженная и давление составляет один процент от привычного нам это не такая уж плохая замена реальному космосу для проведения теста я обычно нервничаю когда ужин находится слишком далеко от меня так что все к лучшему чтобы найти пиццу после приземления перед запуском прикрепим к ней радиотрекеры они посылают на землю сигнал с gps координатами которые затем наносятся на карту чтобы мы знали где искать пиццу боже как я люблю технологии и вот момент настал мы нашли нашу пиццу в полном порядке и после нескольких минут страстных объятий и дружеских поглаживаний я готов откусить кусочек ну что мы не зря старались как она на вкус и можно ли ее есть да можно но вкус на самом деле не очень проблема в том что я забыл взять с собой микроволновку а корочка замерзла от невероятных около космических температур да она действительно замерзла внутри хлеба появился лед но прежде чем обнаружить его мы заметим что кусок пиццы не отрывается как обычно вместо этого он откалывается как будто мы отломили кусочек от сухой ветки мы даже слышим щелчок теплого мягкого хлеба больше нет лучше оставим эту пиццу на случай если у вас вдруг закончится мороженое хотя давайте просто выбросим ее в мусорное ведро как бы то ни было здорово что мы смогли отправить еду на край космоса а потом попробовать ее правда все мы знаем что у земли есть один естественный спутник но есть еще два астероида 3753 круитни и 2002 а а 29 которые находятся на к орбитальных орбитах с нашей планеты первый из них на самом деле не вращается вокруг земли а имеет синхронизированную орбиту с планетой кажется что он следует за землей по стабильной орбите в то время как на самом деле у него свой особый путь вокруг солнца второй движется по подковообразной орбите вокруг земли благодаря специфической траектории этот астероид приближается к нам каждые 95 лет почему атмосфера нашей родной планеты не исчезает и не растворяется в вакууме космоса несмотря на то что мы их не видим молекулы газа и пары из которых состоит наша атмосфера обладает массу поэтому все эти молекулы ощущают гравитационное притяжение земли также как они могли бы вырваться если бы у них было достаточно энергии например если бы наша планета была ближе к солнцу атмосфера была бы горячее и молекулам было бы легче сбежать но земля к счастью находится как раз на нужном расстоянии от солнца и имеет ровно столько массы чтобы удерживать свою атмосферу на месте недавнее исследование утверждает что у луны есть хвост и каждый месяц он обвивается вокруг нашей планеты словно шар тонкий хвост состоящий из миллионов атомов натрия следует за естественным спутником земли и наша планета регулярно проходит через него метеороидные удары выбрасывают эти атомы натрия с поверхности луны и уносит их в космос несколько дней в месяц луна находится между солнцем и нашей планеты в это время земная гравитация подхватывает натриевый хвост наша планета вытягивает его в длинную полосу которая обвивает ее атмосферу лунный хвост абсолютно безвреден он также невидим для человеческого глаза так как в 50 раз тусклее чем то что мы можем воспринять но иногда мощные телескопы могут заметить его слабое желтоватое свечение на небе хвост выглядит как мерцающее пятно диаметр которого в пять раз больше диаметра полной луны вы не поверите но луна похоже уменьшается естественный спутник земли сейчас на 35 метров меньше чем сотни миллионов лет назад причиной этого является может быть охлаждение внутренних слоев луны это также может объяснить землетрясение сотрясающие поверхность спутника нашей планеты оказывается во вселенной даже в галактике млечный путь существует множество планет на которых есть жидкая или замерзшая вода ближайшие из них находится в пределах солнечной системы это европа один из спутников юпитера ученые почти уверены что под замерзшей поверхностью европы находится настоящий океан воды но пока рано говорить о возможной жизни в таких местах жидкая вода это лишь один из факторов которые должны совпасть чтобы на планете появилась жизнь в 2019 году посадочный аппарат nasa inside целью которого было изучение внутренних районов марса зарегистрировал первое в истории марсотрясение эти события происходили часто около двух в день большинство из них были крошечными вы бы их не почувствовали если бы они произошли на нашей планете на сегодняшний день зафиксировано более 300 марсотрясений это первые землетрясения на каком-либо космическом теле кроме земли и луны еще одним загадочным явлением обнаруженном миссии стали причудливые магнитные импульсы они возникали вокруг аппарата каждую полночь до сих пор не ясно что это были за импульсы что же ночью происходит много странных вещей наша луна может скрывать гораздо больше водных запасов чем раньше считали ученые на ее поверхности есть так называемые холодные ловушки это области которые находятся в постоянной тени если бы вы оказались возле одного из полюсов луны особенно южного вы бы увидели такие тени повсюду есть крошечные холодные ловушки а есть сотни тысячи более крупных эти регионы находятся вечной темноте возможно ни один лучик солнечного света не освещал их в течение миллиардов лет и теперь ученые считают что эти места могут скрывать небольшие участки льда размером не больше монет но все же астронавты могли бы использовать эти запасы для питья или создания ракетного топлива большая часть воды может храниться внутри вулканического стекла или между частицами пыли на поверхности луны согласно одной из теорий огромная часть лунной поверхности может обладать способностью хранить воду но это сложно доказать не отправив туда людей или луноходы которые займутся раскопками луна не белая и не бесцветная астронавты аполлона высадившиеся там в 1969 году говорили что луна коричневатая более поздние исследования показали что некоторые темные участки луны имеют коричневые или голубые оттенки